Константин Симонов, немец с Фердинанда. Красная звезда, номер 164, от 14 июля 1943 года. Перед нами сидит немец-солдат. Рядовой. Обыкновенный немец, который, пожалуй, интереснее всего именно своей обыкновенностью. Этот, подобно сотням тысяч других, есть плод зимней, тотальной мобилизации. Он был взят в армию зимой и первый раз в бой попал три дня назад, здесь, на Орловско-Курском направлении. Это худой и долговязый немец с ничем не примечательной внешностью, опущенными плечами и сонными глазами, в которых застыл испуг. Когда мы начали говорить с ним, стало вдруг понятно, что испуг, застывший в его глазах, это совсем другой испуг, чем тот, в котором пребывали пленные немцы, скажем, год или два года тому назад. Тогда они боялись, что их убьют в плену. Он, как и многие другие, сейчас в это уже не верит. В его глазах застыл испуг от того, что он вообще попал на войну. Этот испуг появился в тот день, когда его коснулась тотальная мобилизация. По мере приближения к фронту, испуг превратился в ужас. И хотя он уже два дня в плену, этот тотальный страх все еще не покидает его. Его зовут Адольф Майер, и ему в феврале исполнилось 19 лет. Он из деревни Эйструб в Ганновере, и его призвали зимой. Он служил в самоходной артиллерии во Франции, в Руане. Ему тогда было еще 18 лет, но 70 человек в роте были еще моложе. Кроме того, насчитывалось еще немало стариков, а 110 человек были старыми солдатами. Он рассказывает о том, как хорошо они жили в Руане. Первую тревогу почувствовали в апреле, когда в их дивизион прибыли новые, только что принятые на вооружение самоходные пушки Фердинанд. Они поняли, что с такими пушками долго не просидишь в Руане. Значит, скоро пошлют на войну. Еще больше встревожились они, когда командир батареи капитан Кеннинг стал особенно настойчиво твердить о силе этих пушек, о непробиваемости их брони. 200 мм лобовая броня и 80 мм боковая. Такого еще никогда не было, говорил он. Неприятель не сможет пробить своими снарядами ни тигров, рядом с которыми мы пойдем, ни тем более наших Фердинандов, у которых лобовая броня еще толще, чем у тигров. В мае капитан говорил им об этом особенно много, а в июне их повезли на Восточный фронт. Для чего вам говорили, что броня ваших Фердинандов непробиваемая? Для того, чтобы мы меньше боялись двигаться вперед. Но на вашем Фердинанде броня была пробита? Да. Значит, капитан Кеннинг вам лгал? Да. Адольф Майер рассказывает о двух днях боев, в которых он участвовал. До третьего дня он не дошел, попал в плен. Может быть, было даже хуже, что он верил в неуязвимый своего Фердинанда, на котором ехал водителем. Когда он увидел, как сначала загорелись два тигра впереди, а потом рядом загорелся соседний Фердинанд, ему стало сразу не по себе. Он к этому не был готов. Там, в Руане, он с радостью поверил, что ездить на Фердинанде безопасно. Теперь приходилось разочаровываться быстро. Снаряд попал в гусеницу. Они остановились и поняли, что если они так будут стоять на месте, то погибнут. И тогда, не сговариваясь, они вылезли из Фердинанда и поползли назад. Артиллерия все стреляла. Когда они выползли, их было только двое. Он и наводчик Карл Зиги. А остальных он больше уже не видел. На следующий день Зиги тоже исчез неизвестно куда. А его, Майера, назначили водителем на другой Фердинанд, на котором вчера был убит водитель. Когда он влез в машину, он увидел в правой боковой броне, немножко выше своей головы, маленькое отверстие от снаряда. Дырку, через которую был убит тот водитель, который раньше сидел на его месте. Они пошли в бой, и он все время невольно оглядывался на эту дырку и уже больше ни в грош не ставил слова капитана Кеннинга. А вернее, просто забыл о них. Он страшно боялся, что его убьют. Он боялся, что русские сделают еще одну дырку рядом с той, что уже была над его головой. И на этом для него все кончится. На его счастье снаряд попал в заднюю часть орудия, и водитель, сидевший впереди, как раз оказался единственным оставшимся в живых. Он выпался с горящего Фердинанда на землю. Там была небольшая воронка от снаряда. Он в нее втиснулся и лежал. Ползти было нельзя, кругом рвались снаряды. Вечером русские пошли в контратаку и взяли его в плен. И вот он сидит перед нами, разочарованный в своем Фердинанде и окончательно ошалевший от страха. Когда началась война, ему только исполнилось 15 лет. Он вырос уже в дни войны. Именно таких, как он, в германской армии сейчас сотни тысяч. А может быть и миллион. И поэтому интересна его психология. Его отец – ремесленник Корзинчик. У него есть два брата в школе, 10 и 12 лет. Ваши братья уже, наверное, не попадут на войну. Я тоже надеялся, что не попаду. Пожимает он плечами. И в этом движении безнадежное чувство, что война может продлиться до света представления. Я и мои товарищи больше всего боялись в школе, что мы дорастем до призывного возраста раньше, чем кончится война. Когда вы этого боялись? В прошлом и позапрошлом году, когда началась война с Россией. А когда не было войны с Россией, и ваши войска только что вошли в Париж, вы тоже боялись попасть на войну? Нет. Тогда мы не боялись, что не успеем попасть на нее. Тогда вообще у нас настроение было лучше на 100%. В этих ответах вся психология тех двуногих зверей, которыми Гитлер не без успеха старается сделать молодых немцев. Война была прогулкой, и они боялись не попасть на нее. Теперь война стала ужасом. И они, наоборот, боятся на нее попасть. Верил ли он, что Германия победит? Нет, не сейчас, когда он в плену, а раньше. Да, сначала, безусловно, верил. А потом? Потом отступили под Москвой. И отступили под Сталинградом. И он начал сомневаться, и во всяком случае бояться, что все это будет очень долго. Но вот он попал на фронт, на своем неуязвимом Фердинанде, и увидел, сколько кругом танков и всякой техники. Он вновь, честно говоря, подумал, что все пойдет быстро и хорошо. Уж очень много было кругом танков и всего прочего. Когда же он разубедился в этом? Когда у него разбили сначала один, а потом другой Фердинанд. Он ничего раньше не знал о России. Он читал только официальные сообщения в газетах. А думал ли он над газетами? Нет. Он не думал. Он просто их читал и откладывал в угол. А когда армия Паулюса сдалась в плен, он об этом знал? Знал. Но ведь в этом были виноваты итальянцы. Почему итальянцы? Потому что они побежали, открыли фронт, и поэтому Паулюс был окружен. А в Тунисе тоже были виноваты итальянцы? Да, нам так и говорили. Они сами должны были защитить свой Тунис. Наша армия там погибла из-за того, что нам пришлось помогать итальянцам. Искренняя неприязнь к союзникам отражается на его лице. Как-то все-таки легче и приятнее верить, что все неприятности произошли из-за этих чертовых итальянцев. А как вы думаете, насколько вы отступили в России этой зимой? Я думаю... Он морщит лоб от этого непривычного занятия. Я думаю, примерно на 200 километров. А вам не говорили, что не на 200, а на 600 и на 700? Нет, не говорили. Раньше у нас всегда в газетах печатали карты, а потом совсем перестали. А как вы думаете, вот сейчас, 5 июля, вы немцы наступали или отступали? Конечно, наступали. Он удивленно поднимает глаза. И вам дали приказ о наступлении? Да. 4 июля вечером капитан Кеннинг собрал нас всех и по бумажке прочел приказ Гитлера о переходе в общее наступление на русских. Вы не думаете, что он прочитал фальшивый приказ? Нет. Мы же утром начали наступать. А вот германское информационное бюро сообщает, что все эти дни наступаете не вы, а мы. Русские. Он этого не знает. Как вы думаете, почему появилось такое сообщение? Явно ложное. Наверное, говорит он после некоторого размышления, они увидели, что нет большого успеха и не хотели расстраивать наших родных в Германии. Оказывается, на то, чтобы понять нехитрый трюк немецкого информационного агентства, хватает сообразительности даже у него. Он вдруг, не дожидаясь вопросов, сам быстро начинает говорить о том, что в одной его деревне среди его знакомых уже 40 убитых и 100 раненых. И когда он был дома в отпуске, его родные только и мечтали, чтобы он не попал на фронт. И вообще много убитых. Скорее бы все это кончилось. Он сидит передо мной. Это плод тотальной мобилизации. Один из тех, которые взятые вместе составляют последнюю решительную ставку Гитлера в этой войне. Самоходная пушка Фердинанд, так же как танк типа Тигр, хорошее мощное оружие. Это новинка военной техники и нужна решительность, большая сноровка, чтобы ее обезвредить. Действительно, не всякий снаряд и не под всяким углом пробивает ее лобовую 200-мм броню. Но сотни их рядом с Тиграми уже горят сейчас. Тут, на Орловских и Курских полях. Впрочем, это только половина нашего успеха. Вторая половина успеха – психологическое состояние Адольфа Майера и сотен, тысяч подобных ему, еще не попавших в плены воюющих. Их Фердинанды горят и раскалываются. Им лгали, надеясь на твердость брони и не надеясь на твердость их духа. Это хороший признак. Мы никогда не говорили нашим советским танкистам, что их машины неуязвимы и непробиваемы. Идя в бой, они знали всегда, что машины их сильны, но что нет брони, против которой не нашлось бы снаряда. Они знали это, знали, что могут погибнуть. И мужественно шли и идут в бой. Для того, чтобы пошли в бой такие, как Адольф Майер, их надо было обмануть, убедить в неуязвимости, преодолеть их страх смерти. В этом великая разница между людьми. В этом один из залогов нашей победы. Гитлеровские заправилы лгали своим солдатам, уверяя их, что победа достанется им легко и без особой возни. Они лгали их семьям, что над городами Германии никогда не появятся самолеты ее противников. Сейчас они пожинают плоды своей лжи. Животный страх трусливых зверей, начавших войну. Веря в свою безнаказанность и теперь разочарованных и дрожащих от ужаса. Сейчас немецкие солдаты получают кучи писем, где в строках и между строк проглядывается тот же стойкий, тотальный страх, который надолго застрял в глазах военнопленного Адольфа Майера. Хорошо, что эти письма написаны именно так, что они дышат страхом, но жалости у нас нет. Хорошо, что они боятся, хорошо, что они в ужасе. Только смертью и страхом можно их донять, только железом можно их убедить. Гремят орудия. Сегодня немцы опять идут в наступление. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и не пропускайте новые ролики. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...